За неимением работы, единственное времяпровождение в очереди за газом. То, что при отсутствии валюты и топлива, страна еще и должна 51 миллиард долларов, теперь вызывает лишь обреченную улыбку. По 12 часов сидим и ждем газ. Каждый день ждете? Да, каждый день. Без импортируемого газа жители Шри-Ланки вспоминают, как готовить еду на открытом огне. Тропический остров никогда не испытывал недостатка в еде, но сейчас голодает. Почти 9 из 10 семей пропускают прием пищи или вынуждены экономить на продуктах, цены на которые взлетели в десятки раз. Как минимум 3 миллиона жителей получают от властей чрезвычайную гуманитарную помощь. Наших зарплат хватает только, чтобы прожить две недели. А где нам брать деньги на остальные полмесяца? Власти и компании иногда выдают нам по 5 килограмм риса. Так и выживаем. Протесты и кровавые столкновения. В мае и уход под давлением оппозиции правительства в отставку системного кризиса не решил. Валюты для закупки топлива, лекарств и продовольствия не появилось. А обещанная Западом финансовая помощь на остров так и не пришла. Занявший два месяца назад пост премьер-министра Ранил Викромаксинхи в бессилии поднимает руки перед парламентом и народом. Остров окончательно достиг финансового дна. Сейчас мы столкнулись с гораздо более серьезной ситуацией. Помимо простой нехватки топлива, газа, электричества и продовольствия, наша экономика столкнулась с полным крахом. Если хотя бы вначале были предприняты шаги, чтобы замедлить крах экономики, мы бы не столкнулись с этой сложной ситуацией сегодня. Но мы упустили эту возможность. Крупнейшей нефтегазовой компанией Шри-Ланки Цейлон Петролиум Корпорейшн при задолженности в 700 миллионов долларов иностранные продавцы больше не поставляют бензин под честное слово. Уже не обращая внимания на полицию, местные жители перекрывают улицы и устраивают засады на редкие бензовозы, требуя начать раздавать топливо прямо на дороге. Не выходят в море без горючего и моторные лодки ланкийских рыбаков. Многим пришлось достать старые весельные лодки, чтобы иметь возможность хоть что-то зарабатывать с улова. Иначе нам просто нечем было бы кормить детей. Экономика, а за ней и уклад местных жителей стремительно возвращаются к первобытному состоянию. Весла, четыре пары крепких рук и сохранившиеся от предков умение выживать один на один с природой. Неожиданный зеленый энергопереход Шри-Ланка ощутила на себе в полной мере. Традиционный способ ловли рыбы на Шри-Ланке вот с таких шестов. Местные рыбаки используют его веками. И современные проблемы острова этих людей, которые живут в единстве с благодатной природой, казалось бы, касаться не должны. Но суровое испытание кризисом не обошло стороной их. При неограниченных запасах морских ресурсов остров мечтает о хлебе. Начатые прошлым кабинетом министров безрассудные эксперименты с органическим земледелием и отказом от химических удобрений привели к фатальному неурожаю. Рис и пшеница в большем дефиците, чем лобстер и кальмары. Четырехмиллиардный кредит, выделенный правительством Индии, позволяет дожить до следующего дня. Но брать на полное содержание соседний остров в нынешних условиях Индия не собирается. Да и в Коломбо понимают, что индийские деньги – это лишь в долг. А долги, так или иначе, придется возвращать. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. Вести, Коломбо, Шри-Ланка.